Ключи от новых служебных автомобилей главным врачам медицинских учреждений края вручил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Транспортом отечественного производства пополнились автопарки, станции скорой медицинской помощи Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки и Арсеневской городской больницы. Сегодня важное событие. Мы получаем новые автомобили, 13 автомобилей скорой помощи, которые будут обслуживать население в этот непростой и трудный период. Полторы тысячи медиков работают в медицинских отделениях, порядка 600 сотрудников скорой медицинской помощи работают на обслуживании населения, вовремя необходимую помощь. Все поступившие машины предназначены для работы реанимационных и специализированных бригад скорой медицинской помощи. Особенность автомобилей в том, что кабины в них изолированы от салонов. Внутри установлены бактерицидные лампы. Есть весь комплекс необходимого оборудования для работы с пациентами с COVID-19, в том числе аппараты ИВЛ. Санитарная кабина оснащена уже аппаратом искусственной вентиляции легких, далее ингаляционным аппаратом, чего раньше не было, и фирмулятором. Этот аппарат был удобными носилками. Поэтому, конечно, этот автомобиль удобен и для фельдшеров, удобен и для водителя. Он показал свою успешность и радует то, что наша промышленность мгновенно реагирует на меняющуюся обстановку и уже выпускает автомобили, предназначенные в том числе для борьбы с этой инфекцией. Губернатор добавил, работа по модернизации и оснащению современным оборудованием медучреждений края не прекращается. В Приморье ведется строительство новых ФАПов и амбулаторий. Несмотря на сложную ситуацию и довольно большое объем финансирования, которое мы тратим на лечение с ковидом, тем не менее, ту программу, которую мы принимали в начале года по ремонту наших поликлиник, по переоборудованию, это 1,8 млрд мы направили. И эти ремонты в поликлиниках идут, мы видим, смотрим. И я думаю, что к концу сентября, к концу года они будут все закончены. Кроме того, мы 4,3 млрд направили на закупку 6,5 тысяч единиц нового медицинского оборудования, которое поступит в наши клиники, в амбулатории. Тот шаг, который даст возможность видеть медицину уже современной, доступной. Также выделены значительные средства на приобретение 19 автомобилей скорой, 49 единиц санитарного транспорта, 9 передвижных диагностических комплексов, которые придут в районы Приморья. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.